Обстоятельство назначения Мартина Селлмайера генеральным секретарем Еврокомиссии подвергло критике европейский омбудсмен. Задачей Милли Орели входит проверка деятельности учреждений Союза. Она предупредила во вторник, что под руководством Жан-Клода Юнкера Еврокомиссия рискует потерять общественное доверие. В процессе назначения Селлмайера омбудсмен увидела конфликт интересов, ошибки при формировании Еврокомиссии и отборе кандидатов, а также секретность. В феврале 47-летний немец из помощника Юнкера был произведен замы генерального секретаря, а через несколько минут повышен до генсека. На пресс-брифинге в Брюсселе политический редактор Евроньюз Даррен Маккафрид спросил представителей Еврокомиссии, должен ли Мартин Селлмайер после доклада омбудсмена о нарушении буквы и духа закона поступить правильно, уйти и снова подать заявление о принятии его на этот пост. Хотя мы не разделяем всех аспектов доклада, мы приветствуем то, что он основан на обширном материале, предоставленном нами, сказал Маргаритис Хинас. Омбудсмен не оспаривает законности, процедуры назначения генерального секретаря и выбор кандидата. Мартин Селлмайера считают компетентным служащим, глубоко приверженным Евросоюзу. Маккафри пытался задать вопрос в продолжении темы, но Хинас строго напомнил, что на пресс-брифинге полагается спрашивать отдельно, и все-таки дал ему слово. Политредактор Евроньюз напомнил, в свою очередь, что комиссия обязалась стать более прозрачной, и спросил, проведет ли она после столь осуждающего доклада на деле какие-либо изменения. Представитель Еврокомиссии сказал на это, что Гюнтер Эйтингер, отвечающий в ней за кадровые вопросы, на 25 сентября 2018 года назначил заседание межведомственного круглого стола на эту тему. «Мы надеемся, — продолжал Хинас, — что эти дискуссии гарантируют высокие стандарты и независимость органов управления ЕС, работающих на благо и общие интересы наших граждан». Омбудсмен не отменил и назначение Селлмайера, и он станет самым влиятельным чиновником в Брюсселе в период обновления руководящих органов ЕС в следующем году.